Мы идем в трехмерное пространство, которое мы тоже интерпретируем, естественно, как множество всевозможных троек, состоящих из вещественных чисел. То есть на школьном уровне надо понимать так, что зафиксирована некоторая прямоугольная система координат, и в этой системе координат мы имеем всевозможные точки с тремя координатами. Давайте, R3, трехмерное обычное пространство, это множество всевозможных точек с координатами x, y, z. У которых каждая координата – это какое-то действительное вещественное, не важно как назвать, число. Это просто так я понимаю сейчас это. В нем точно так же, как и на плоскости, можно увидеть замечательную решетку целых точек, z, 3, рисовать которую я уже не буду, но формально это вот множество всевозможных точек, координатами, которые принадлежат множеству целых чисел. Всевозможные точки с координатами целыми чиселами. Ну, как это было на плоскости, можно написать по-другому. Это вот так вот, c1, e1 плюс c2, e2 плюс c3, e3, где c1, c2, c3 – произвольные целые числа. То есть написать всевозможные комбинации с целыми коэффициентами некоторых трех вестров. Теперь опять вопрос к аудитории. Поднимите, пожалуйста, за руки те, кто могут предложить примеры трех векторов, для которых это кранта. Можете? Кто-нибудь еще? 1, 0, 0, 0, 1, 0 и 0, 0, 0, 1. Гениально! Все отлично! Отлично! e1 – это 1, 0, 0, e2 – это 0, 1, 0 и e3 – это 0, 0, 1. Абсолютно ведь так же, как на плоскости. Почему вы так смутились, друзья? На плоскости у нас были два вектора, выделенных 1, 0 и 0, 1. И этими векторами порождалась вся решетка целых чисел. Это был тот самый стандартный базис, который назывался е-каллиграфическое. Ну вот вам стандартный базис, который мы тоже теперь назовем е-красивое, е-каллиграфическое. Но только в трехмерном пространстве. Это три... Внимание, на плоскости у нас были векторы неколлинеарные, да? Пространство это как называется? Некомпланарное, да? Они не лежат, конечно, в одной плоскости, их всего три штуки. И, конечно, всевозможные комбинации с целыми коэффициентами этих векторов порождают все множество целых точек в пространстве. Если вы такую штучку умножаете на целое число, у вас здесь получается произвольное целое число, такую штучку умножаете, у вас тут произвольное целое, и такую штучку у вас тут произвольное целое. Когда вы складываете, вы получаете в итоге здесь произвольное, здесь произвольное, здесь произвольное. Это и есть произвольная точка Z3. Понятно? Вот, ну, разумеется, как то было и на плоскости, мы можем придумать массу других базисов для Z3. Ну чего? Предложите кто-нибудь еще один базис для решетки Z3? Поднимаете руку? Какой-нибудь другой базис? Вот для Z2 у нас был другой базис. Может, для Z3 тоже? Да, Мальц? Е3 заменить на 1, 1, 1. Ну, совершенно верно, да. То есть вот так же точно, как то было и на плоскости. Ребята, вы не стесняйтесь, я уверен, что это многие знают. Так же точно, как было и на плоскости. Можно вот так сделать. Потому что понятно, что из этого вектора при желании можно вычесть вот этот. У нас тут появится нолик в качестве координаты. Из полученного вычесть вот этот. У нас еще и тут появится нолик. И он чудо, это вот тот самый вектор стандартного базиса. То есть понятно, что из этой штуки и вот этих двух можно связать вот этот вектор. А значит, конечно, любой вектор целочисленный тоже получится. Как он из исходных получался, так из этих трех тоже получится. И ничего лишнего мы, конечно, поиметь не можем. Потому что понятно, что домножая на целое число, на целый коэффициент, каждый из такой вектора складывая, мы только целую точку получить можем. Мы же никакое рациональное или иррациональное число не получим таким путем. Домножая на целое. Вот здесь и складываем. Ясно, что не получим. Ну да, это тоже базис. Ну и можно придумать массу таких базисов. Но, внимание, если на плоскости в любом базисе было два вектора, да, то в пространстве в любом базисе уже три вектора. Это понятно, почему? Потому что если у нас есть только два вектора, лежащих в пространстве, они лежат в одной плоскости. И все, что они могут породить, это решетку в этой плоскости. А нам нужна решетка, которая распространяется на все пространство. Вот решетка целых точек пространства. Ну и тем более, если у вас один вектор, то он порождает только прямую и уж никак не все пространство. Вот, поэтому в каждом базисе, конечно, ровно три вектора. И эти векторы не компланарны. Эти векторы не компланарны. Ну и точно так же, как на плоскости, теперь говорим, давайте возьмем любые три, вообще абсолютно любые три вектора А1, А2, А3, не компланарны. И рассмотрим всевозможные комбинации этих векторов с целыми коэффициентами. Это лямбда решетка, это множество всевозможных комбинаций с целыми коэффициентами каких-нибудь трех не компланарных векторов. С1, С2, С3, целые числа. Вот это называется решетка. Называется решетка по определению точно так же, как это было на плоскости. Только теперь у нас три не компланарных вектора, тогда как там будут два николиняна. И вот сами эти векторы могут иметь хоть иррациональные координаты, хоть какие, вы их берете с целыми коэффициентами, берете всевозможные комбинации, вот они распространяются так регулярно по всему пространству, получается решетка. Следили? Так, вот давайте, наверное, с дефектом должно уже быть понятно. Не знаю, насколько. Итак, мы зафиксировали опять вот этот е-красивый, состоящий из трех векторов стандартного базиса решетки Z3. Е-красивый. Берем какой-нибудь вектор А и добавляем его к Z3, рассматривая решетку лямбда А, в стандартном смысле, то есть мы берем всевозможные С помножить на А плюс Б, где С это целое число, а Б это вектор трехмерной целохистной решетки. Берем всевозможные такие комбинации, ну прямо в точке, как на плоскости, но ничего. Опять центрируем, портим исходную решетку Z3, добавляя к ней вот этот вектор А. Ну давайте рассмотрим какие-нибудь примеры, как на плоскости рассматривали примеры, да? В пространстве рассмотрим. Давайте рассмотрим примеры. Первый пример. Пусть вектор А, подобно тому, как это было на плоскости, это вектор с тремя одинаковыми координатами по половинке каждой. По одной второй каждой. Ну, представлять себе это уже труднее. Я не знаю, как нарисовать тут прям хорошую картинку. Обычно я делаю так. О. Вот это вот наш стандартный базис. Понимаете? Е1, Е2, Е3. И вот мы центрировали, добавили такую вот точку. Это мы ее посадили в центр вот этого кубика. Это успеваете за такой мысль, да? Вот такую вот добавили точечку в центре. Ну, я думаю, можно сообразить, что является естественным базисом здесь. Давайте не естественным, потому что естественных-то много. Давайте сообразим, в какой базис в этом случае содержит максимально возможное количество выделенных векторов, которые мы обозначили Е про силы. Это 1, 0, 0, 0, 1, 0. И одна вторая, одна вторая. Шикарно, да. И вот этот А. Совершенно верно. Абсолютно так же, как на плоскости. Там мы сохранили жизнь вектору Е1, и к нему просто присобачили А. А здесь мы сохраним жизнь и вектору Е1, и вектору Е2. И вот уже к ним добавим А. Ну, смотрите, действительно, если А удвоить, то у нас получится 1, 1, 1. Но мы же знаем, что вполне можно составить базис всей целочисткой решетки из векторов 1, 2 и 3. Это мы с вами только что проходили. Значит, всю целочистую решетку мы таким образом, конечно, порождаем. Все целые точки у нас в кармане. Сразу. Автомат. Вот. Ну, а все остальные точки тем самым тоже. Потому что А у нас уже есть, мы его задействовали. Все целые точки есть. Значит, мы вот этим базисом задали все возможные точки вот такого вот вида. ЦА, ПСВ. Понятно? Я не очень. Понятно? Так, а может быть, какой-нибудь прозорливец в этой аудитории предложит мне сейчас пример. Да, дефект чему равен? Дефект, конечно, равен единице. Очевидно, что дефект, давайте буквы Д напишем, равен единице. Дефект, конечно, в этом примере равен 1. Достаточно. Один. Вектор заменить, но у нас уже получается базис. Ага. Мой вопрос. А если, допустим, е2 должен быть какой-нибудь минус а? Это можно, конечно, но я пытаюсь найти такой базис, в котором самое большое количество незамененных векторов. Дефект, это наименьшее количество векторов, которые надо выкинуть из е, чтобы то, что осталось, можно было дотомнить до базиса лямбда. Это наименьшее количество векторов, которые необходимо заменить. Вот это дефект. Конечно, можно вообще все заменить. Но так же, как на плоскости. Помните, на плоскости был пример с 1, 2, 1, 2. Там ведь тоже был базис вот такой. 1, 2, 1, 2. И 1, 2 минус 1, 2. Вот же такой базис. Это значит, что мы оба вектора из е выкинули. Но дефект мы все-таки считали равен единице. Потому что помимо такого базиса был еще и базис, в котором е1 сохранялся. Вот и здесь есть базис, в котором сохраняется целых 2 вектора из е красивого. Поэтому мы считаем, что дефект равен 1. Предложите мне пример добавленного вектора, при котором дефект окажется равным двойке. Ровно двойке. Прекрасно, прекрасно, да. Прекрасно. Совершенно верно. Добавляем вектор 1, 2, 1, 2, 1, 3. Конечно. Конечно. Давайте добавим такой вектор. Смотрите, что при этом добавлении произойдет. Вот по этим двум направлениям произойдет ровно то же, что у нас происходило в примере на плоскости, когда мы добавляли вектора с координатами 1, 2, 1, 3. Каждое из этих направлений испортится. Ну, давайте осознаем. Давайте осознаем. Значит, смотрите. Вот возьмем, например, такой вектор. 2а. Он равняется 1, 1, 2, 3. И вычтем этот вектор из вектора с тремя единицами. Возьмем из 1, 1, 1. Вычтем вот этот вот 2а. Тогда у нас получится 0, 0, 1, 3. Видите, мы запортили третье направление напрочь. На нем появилась вот эта самая 1, 3, как у нас тогда на плоскости было. Помните? Та же самая 1, 3 появилась. Ну, значит, 2, 3 появится, все появится. Так. Теперь давайте замножим на 3. 3а. У нас получится 3, 2, 3, 2, 1. Ну и что бы такое с этим вектором сделать-то? Ну, давайте из него вычтем, опять же, вектор 1, 1, 1. Значит, это уже было 3а. Теперь вот из него вычтем 1, 1, 1. У нас получится 1, 2, 1, 2, 0. Представляете себе, как это в координатку устроено? По третьей координате у нас 0. Ну, как мы тут нарисовали, да? Система координат. Вот система координат. По этой координате у нас 0. Значит, мы целиком находимся вот в этой нижней плоскости. Понятно? Мы целиком находимся вот в этой плоскости. Вот она здесь нарисована. И у меня на пальце тоже натянут. Мы целиком находимся вот в этой плоскости. И в этой плоскости, в координатах этой плоскости, мы добавляем вектор 1, 2, 1, 2. У нас такой пример был. Что происходит при добавлении вектора 1, 2, 1, 2 сюда? Вот смотрите, это Е3, это Е2, со стрелочкой, конечно. А это Е1, например. Е3 мы уже запортили. Вот, совсем запортили. На него попали вот такие вот точки. Мы его уже совсем испугали. По третьему направлению у нас все совсем плохо. А по вот этим двум направлениям у нас есть вот такой добавленный вектор. То есть вот так вот сюда, в центр посадили вот эту вот точку. Какой дефект здесь, вот в этой плоскости? Единица, правильно? То есть мы из этих двух векторов, мы это уже знаем, мы на плоскости с вами уже побывали, из этих двух векторов можем сохранить жизнь только одному. Но одному можем. А этот вообще никак не можем задействовать, потому что не сможем порадить вот эти точки. То есть из всех трех векторов мы оставим жизнь только одному из этих двух. Ну, значит, дефект равен был. Мы вынуждены ударить этого и кого-то из этих двоих. Всего два. Вот в этом примере действительно дефект равен был. Я думаю, друзья, что теперь должно появиться хотя бы два-три прозорливца, великих пророков, которые мне предложат пример с дэромом тройки. Так, один пророк появился, он еще один сейчас тут есть. А вот давайте мы, вы еще не... Генеально! Абсолютно правильно. Это правда. Так. Ну, я думаю, что тут были тоже пророки. Ну, знаете, как пророков всегда нет. Так. Одна вторая, одна третья. И вот совершенно правильно. Одна пятая, не одна четвертая. Нет. А вот именно одна пятая. Я очень боялся, что скажем, одна вторая, одна третья, одна четверть. Нет. Смысл именно в том, чтобы вот все эти числа были взаимно просты по парам. Чтобы они были взаимно просты. В любом общих делителе. Когда, смотрите, мы умножаем вот этот вектор на двойку, здесь получается два разных рациональных числа, а здесь единица, даже не так, не на двойку, виноват. Умножаем на шесть. На шесть. На произведение двойки и тройки. Здесь получаются целые числа, а здесь рациональные. Мы, видите, целые числа, добавлением какого-то целочисленного вектора можем превратить в ноль. Каждое. Ну, смотрите, на шесть умножили. Давайте я накрежу, чтобы вы как-то уследили. Шесть а. Здесь будет три, два и шесть пятых. Ну, понятно теперь, что если из этого вычесть вектор три, два и скажем один, то давайте не один, лучше. Ну, хорошо, один. Так, то у вас получится ноль, ноль и одна. А ну, все, отлично, да, и одна пятая, гениально. Все, ноль, ноль, одна пятая. И вы испоганили третье направление, вы уже не можете е3 взять в вашу базиску. Успеваемся? Так, а если мы можем не на шесть, а скажем на десять, вот так вот, десять а, то у нас получится пять, десять третий и два. Из этого теперь вычитаем пять, три, два и получаем ноль, одна треть и ноль. То есть мы испоганили второе направление, на нем появилась точка, которую нельзя никак выразить через е2. Ась? Ну и понятно, если мы можем на пятнадцать, то таким же макаром испоганим вектор. А если на тридцать, да, может, это будет целое число, это будет целый вектор. Ну и в чем проблема-то? Ну, конечно, конечно, можно дорожить так, чтобы будут получаться только целые точки. Важно не это, важно, что при специальном способе выбора точки вот такого вида мы сначала пакостим третье направление, потом пакостим второе с помощью подбора С и В, а потом, наконец, пакостим и первое, когда умножаем на пятнадцать. Ой, на пятнадцать, да, на пятнадцать. Пакостим и первое. Это означает, что среди точек вот этой вот центрировки точно есть точки и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Это значит, что в базис вот у этой центрировки нельзя взять ни этого, ни этого, ни этого. Вообще никакого. Ничего не получилось. То есть здесь эффект равен прочь, как я и просил. Все векторы из е-красивого надо уничтожить, чтобы осталось то, что можно дополнить до базиса нашей лямбда. Ну а базис, он и будет состоять из вот этого вектора, из вот этого вектора, ну и, соответственно, на первой карте, знаете, будет одна вторая. Это будет тот самый базис, который на самом деле в нашей решетке присутствует.